Добрый день всем присутствующим, с вами компания Китфинанс и я Елена Беляева. И наш очередной брифинг посвященный техническому анализу нашего рынка. Давайте посмотрим как у нас сегодня развиваются события. Сегодня день благодарения в Америке, то есть выходной день. Завтра черная пятница, начинаются распродажи. Даже сегодня-завтра торги, сегодня вообще объемы, скорее всего, на международных рынках будут очень низкие. И наш рынок сегодня с утра был в позитивном настроении, потому как был в предвосхищении визита Оланда в Москву, встреча с Путиной. Мы, в общем-то, на новостях о том, что отношения нашей страны с западными странами улучшаются. В связи с этим настроение было позитивное, но вот оно совсем недавно поменялось. Я, честно говоря, даже не знаю на чем. Потому как видно, что это были новости, видно, что на доллар и рубле пошло движение, рубль упал, упал рынок. То есть здесь явно есть какие-то новостные движения, именно такое, связанное с какими-то, скажем так, событиями. Но, в принципе, события развиваются вполне предсказуемо. Мы вчера, помните, говорили о том, что будет некоторое повышение индекса МВБ в район, вот вчера я, так думаю, упоминал, уровень 1840, но сегодня было практически до уровня 1850 повышение. И сейчас снижение происходит. Да, вот новостей не было, но, вероятно, они были, просто мы их не знаем. То есть те, кто быстрее узнает, те уже узнали. Что-то узнаем чуть позже. И, в принципе, ситуация пока развивается достаточно именно в том ключе, в котором было ожидание. То есть мне кажется, что сейчас будет еще один заход индекса МВБ в район 1800. И там уже будет интересно. То есть если будет пробиваться уровень 1800, то, возможно, будет движение на более низкие уровни. Вот пока ждем продолжения снижения. И в том случае, если индекс МВБ удержится на выше уровень 1800, в принципе, вполне может постепенно ситуация успокоиться, и рынок сможет расти дальше. Вполне возможно, что росту рынка будет способствовать девальвационный фактор, то есть ослабление рубля. Пока рубль держался хорошо, потому как налоговый период продажи, экспортной выручки и так далее. Вся вот эта ситуация способствовала хорошему самочувствию рубля. Но, скорее всего, до конца года мы все-таки увидим заход на более высокие уровни по доллару, имеется в виду. И, возможно, где-то в начале следующего года, первые 2-3 месяца, рубль будет отыгрывать обратно какие-то позиции. И, скорее всего, так. Поэтому в декабре, я думаю, будет новый какой-то максимум по доллару. Вероятно, что это будет какой-то район, возможно, близкий к 70, может быть так снова. И затем, скорее всего, будет сползание вниз доллара, укрепление рубля где-то в начале следующего года. Вот так, мне кажется. Нефть, мы видим, что после вот этой эмоциональной реакции на, после сбитого самолета она немножко эмоционально сореагировала, поднялась выше. Но все равно сейчас пока предложение нефти выше, чем ее спрос. И поэтому каких-то факторов для роста нефти сейчас нет. Я думаю, что нефть примерно начнет восстанавливаться где-то в начале 2016 года. Потому как весной традиционно спрос повышается на нефть. И, в общем-то, этот спрос может как раз способствовать каким-то восстановлением цен. Поэтому здесь какие-то геополитические такие вот скачки возможны. Но это недостаточно для того, чтобы все-таки появился какой-то спрос на то предложение, которое существует. Поэтому причин пока для устойчивого роста цены на нефть нет. То есть здесь даже может цена на нефть уйти опять ниже 45. То есть пока она держится где-то в районе 45,5. Но, в общем, вполне может пойти и ниже. То есть на долларе и рубле мы видим здесь на фьючерсе уровень 66,500. Пока вот этот уровень к нему приближается. Ну вот в третий раз уже приближается фьючерс. Если этот уровень будет пробиваться, тогда будет ускорение движения доллара вверх. Я думаю, что это уже на следующей неделе. То есть на этой неделе, я думаю, что достаточно стабильная ситуация пока сохранится. Вот. То есть таким образом. Пока по индексу МВБ тоже ждем до конца недели, по крайней мере, стабильную ситуацию, боковую. Пока я думаю, что переваривают события, смотрят, оценивают дальнейшее будущее. Потом, когда немножко оценка уляжется и понимание возникнет, в зависимости от этого будет дальнейшая реакция. Если вот происходящее сейчас не отпугнет инвесторов, если приток денег на российский рынок будет продолжаться, как это вот уже начался этот процесс, понемножку деньги начинают приходить. Если приток денег будет продолжаться, то в общем-то у рынка не будет другого шанса, кроме как расти. Поэтому будут интересные данные, ну они выходят в четверг поздно вечером, но обычно узнаем их в пятницу. В пятницу будет данная относительно того, приток был или отток денег из российских фондов. Вот это тоже может быть показателем того, что будет происходить с рынком в ближайшем будущем. То есть вполне возможно, что приток будет продолжаться и вполне возможно, это позитивно все-таки будет влиять на рынок. Поэтому вот эти все события со сбитым самолетом, они постепенно должны, ну немножко так успокоиться ситуация должна. И дальше будет рынок жить уже без учета этого события. Пока до конца недели такая коррекционная затишья, я думаю, что продолжится. Вот. По отдельным бумагам давайте смотреть. Значит, ВТБ пока восстановился на те уровни примерно, которые были до панических распродаж. Ну, собственно, пока тоже причин здесь для покупок нет. Ждем пробоя 7,7. Тогда будем рассматривать этот вариант. Газпром. Тоже вчера мы говорили о том, что все-таки может еще допадать цена до более низких уровней. Пока мы видим, что вчера было снижение сверху, тестировали вот эту нисходящую линию тренда. То, что была пробита, то есть классика жанра, тестировали сверху эту линию тренда. В принципе, еще может быть заход тоже в район 42, 142, 143 еще раз. И вполне возможно, что если ситуация успокоится, каких-то последствий не будет, то вполне возможно в этом районе будут какие-то сигналы на покупку. Пока я думаю, что немножко еще подождать, посмотреть, как ситуация успокоится. ГМК Норникель. Мне кажется, все-таки ближе к концу года восстановится цена на более высокий уровень. Вчера мы об этом говорили, и вчера был снова тест уровня 9.300. Сегодня уже 9.500 с гаком. То есть сейчас вполне возможно будет новый подход к уровню 9.750. И если будет пробой этого уровня, начнется восстановление на более высокие уровни. То есть пока ближайшая цель 9.750. Лукоил. Пока тоже, я думаю, что можно подержать длинные позиции в этой бумаге. Здесь пробой произошел уровнем 2.550. Был тест этого уровня сверху. По сути дела, по технике вполне нормальная ситуация. И вот в этой бумаге вполне можно находиться и рассчитывать на продвижение выше. Поэтому я думаю, что здесь длинную позицию подержать можно. Как и в Норникеле. В Магните тоже. Я думаю, что несмотря на то, что здесь ситуация сейчас не очень, скажем так, красочно развивается. Сейчас остановка возникла в районе 9.12.200. Но я думаю, что просто ждет магнит более благоприятной какой-то атмосферы. И может еще показать движение в район 12.000, может быть, 700. Поэтому я думаю, что пока тоже спешить с выходом, скажем так, не стоит. Пока подержать позиции можно. Но понимать, что все-таки в районе, может быть, 12.700 или смотреть, какой-то максимум будет достигнут, вполне возможно, есть смысл выйти. Потому как там с долгосрочным трендом есть под вопросом большим, будет ли он продолжаться. Мегафон пока тихонечко пробирается все выше и выше. То есть район 950, я думаю, вполне достижим. Тоже я думаю, что длинная позиция держать имеет смысл. Мосбиржа. Да, вот есть вопрос Мосбиржа. Здесь будем рассматривать вариант для входа, если будет пробиваться уровень 95 рублей. То есть пока этот уровень не пробит, я думаю, что пока не стоит у самого уровня что-то здесь покупать. Либо откат, ну скажем, в район где-то 91 рубля, либо пробой уровня. Поэтому я думаю, что пока ждем. МТС тоже мучается с уровнем 220. То есть было две уже попытки в последнее время пробоя этого уровня. Пока нет уверенности в том, что этот пробой состоялся. Сегодня, вряд ли состоится, сегодня рынок тонкий. И вот эти вот попытки, это больше, как сказать, разведка боем. Здесь, скорее всего, пробой будет, если есть позиции поддержать, имеет смысл. И я думаю, что в район где-то 230-235 вполне может цена дойти, скажем так, примерно до конца года. Бумага недооцененная, но, скорее всего, процесс правильной ее оценки будет растянут на достаточно длительный срок. Поэтому тем, кто держит позиции, надо набраться терпения. На ВТЭК тут тоже странные вещи происходят. Такие достаточно волатильные движения. В диапазоне 610-640 близость исторического максимума. Она тут, в общем, провоцирует на различные интересные телодвижения эту бумагу. Поэтому здесь при подходе к уровням максимума, к району 640, вполне возможно, будет смысл фиксироваться. Там дальше смотреть. Если будет пробиваться максимум, то лучше снова перезайти. НЛМК. Здесь ситуация как-то перешла из такой потенциально довольно интересной в какую-то никакую ситуацию. Но я думаю, тоже до конца года вполне возможно все-таки здесь ситуация выйдет на более высокий уровень, хотя бы в район 75,5. Есть некоторые подвижки в ценах на металлы, небольшие пока вот сейчас, скажем так, намеки только на это. Если будут какие-то процессы восстановления цен на металлы, то я думаю, что металлурги подтянутся на более высокие уровни. И НЛМК, скажем, один из первых. Поэтому здесь пока не очень красивая ситуация, но будем смотреть, может быть, немножко улучшится. Ростелеком. Пока ждем, есть тут всякие мучения, и здесь уже будет подтверждением разворота вот этого нисходящего тренда долгосрочного, который мы рассматривали, подтверждением будет пробой уровня 96. Вот никак не случается этот пробой, поэтому пока новые позиции лучше не открывать, но вот существующие подержать имеет смысл. Дальше. Роснефть пока ничего не угрожает позициям. Я думаю, что пока держим. Смотреть будем, как дальше будут развиваться события. Пока, в общем-то, подраться не к чему, поэтому выходить из этих позиций пока смысла не имеет. Росгидра мучается тут с вот этим уровнем 60 копеек, но я думаю, что пока еще не время сюда заходить и здесь какие-то позиции открывать, потому как сам сектор и сама ситуация в этом секторе, она выглядит не очень благоприятной. То есть здесь будем смотреть, в общем-то, не по краткосрочному графику в основном, а по все-таки дневному. И здесь будем смотреть выход цены выше 21 средней. Она сейчас немножко выше 60 копеек находится, поэтому вот мне кажется, что пока еще рановато здесь говорить о покупках. Но будем смотреть, как дальше ситуация будет развиваться. Дальше Сбербанк, наш любимый Сбербанк, тоже немножко перешел к снижению сегодня. Где-то порядка полутора процентов снижается. Но, в общем, пока все в силе наши ожидания. То есть мы ждали снижение как минимум в район 103 рубля, как максимум в район, скажем, рублей 98. Но пока вот, пока даже 103 не достигнуто, говорить пока не о чем. Так, вот говорят новости, турецкий поток и АЭС попадают под действие закона специальных... То есть будут закрывать турецкие всякие различные проекты. Ну, в принципе, да, это такая в моменте отрицательная новость. Но, в общем-то, это ожидаемо было. Это было понятно, что будут все эти вещи закрывать. Да, в какой-то эмоциональном моменте это отрицательная новость. Она будет как-то рынком отыграна. Но каких-то долгосрочных последствий, я думаю, что не будет. Иметь, скорее всего, на эти новости будут сильнее реагировать акции тех компаний, которые связаны с турецким бизнесом. Вот как раз Сбербанк один из этих компаний. У них Денисбанк куплен в Турции. Лукойл тоже связан с турецким бизнесом. Интерау связан. Яндекс. Поэтому эти компании могут в моменте на эти новости отреагировать отрицательно, потому как могут быть потенциально проблемы с бизнесом, потому как мы вводим санкции, к нам вводят санкции. То есть это начнется сейчас, начнут мериться силами. И, в общем, не факт, что из этого что-то хорошее будет. Будет ли падать Газпром из-за этого? Газпром, я думаю, что в меньшей степени пострадает, потому как в моменте он, конечно, немного сореагирует, но не сильно. Потому что у турков у них на самом деле нет альтернативы. И, скорее всего, и Газпром не откажется от турецких каких-то заключенных договоров. И Турция, наверное, не откажется от российского газа. Я думаю, что так. То есть турецкий поток, это уже понятно было, с ним что-то неправильное творилось. То есть там заключено было соглашение, и потом в дальнейшем начали турки выдвигать какие-то новые требования, пытаться что-то там выцегонить, какие-то себе уступки. То есть там уже было понятно, что нам этот турецкий поток не нужен. И с АЭС то же самое. То есть с АЭС там тоже не очень, как бы сказать, хорошая ситуация. И, в общем-то, Роснана уже готова была от этой АЭС как-то избавиться. Но надо было повод, и повод появился, поэтому избавились. Поэтому я думаю, что здесь, в принципе, без фонетизма просто избавиться от тех проектов, которые невыгодны. И, может быть, на этом все и успокоится. Будем надеяться так, что не будут заходить в какую-то ненормальную область. Основная задача турецкого потока больше рассчитана не на Турцию, а на поставки именную Украину. Да, но турки начали выдвигать различные требования, и стало понятно, что это тоже не выход. И что Турция, она нисколько с этой точки зрения невыгоднее Украины. То есть она точно так же будет манипулировать, пытаться выдвигать свои требования. И тут шило на мыло на самом деле менять. И поэтому турецкий поток, я думаю, что не нужно о нем страдать. Это совершенно как бы ненужная вещь. Нужно искать все-таки возможность делать трубопровод через Болгарию. Может быть, на потепление отношений все-таки эта ситуация вернется. Да, у Болгарии, я думаю, появился второй шанс. Если они сейчас им воспользуются, то возможно, что и правильно сделают. Так, вернемся к нашим бумажкам. Дальше, значит, вот Сбербанк явно реагирует на эту ситуацию. У них Денис Банк в Турции. Поэтому какая-то такая некоторая реакция будет, но это не будет определяющий поведение акций. То есть если деньги на рынок пойдут, все равно Сбербанк будут покупать. И поэтому, в принципе, ситуация может в конечном итоге выправиться. Так, Сургут нефтегаз привилегированной акции тоже сегодня пытались штурмовать уровень 45 рублей. Но мне кажется, что сегодня день неподходящий для пробоя каких-либо уровней. Сегодня все-таки объемы недостаточные. И сегодня никакие пробои не удастся. Поэтому все пробои, скорее всего, будут ложные. Поэтому здесь вполне возможно пробой 45 уровня 45 он и будет в будущем. Но, видимо, не сегодня. Поэтому пока вот этот заход на 45 как пробой рассматривать не стоит. Так, что еще у нас? Уралкалий медленно, постепенно движется выше. Ждем 178. Пока тоже в длинных позициях, я думаю, что остаемся. Так, что еще? У Яндекс, посмотрим, тоже вот он на этих новостях, на турецких, припадает всегда. Потому как 7% интернета Турции это Яндекс. И, в общем, тоже у них есть там определенный бизнес. Но я не думаю, что тут тоже будет какая-то долгосрочная реакция. Пока тоже собственный уровень, вот, 1150. Пока двигаться выше невозможно, потому как нет объемов на рынке и каких-то драйверов. Поэтому, в принципе, откат от этого уровня он нормален. Поэтому здесь пока все хорошо. Я думаю, что может и 1200 быть до конца года, если все-таки ситуация на рынке стабилизируется. Вот, поэтому так. Ну вот еще Аэрофлот пострадает, скорее всего, от всяких вот этих турецких вещей. То есть здесь уже вот ждали 60 рублей и не дождались. И похоже, что не дождемся. Потому как Аэрофлот сильно очень пострадает от снижения перевозок в Турцию. В принципе, все чартеры уже сняты. И сейчас вот самолеты в Турцию летают в одну сторону туда. Они летят пустые, обратно только забирают туристов. То есть до Нового года тур в путевки не продают в Турцию. И, соответственно, это сильно скажется на прибылях авиаперевозчиков. И Аэрофлот один из них. Поэтому тоже, я думаю, что все вот эти события турецкие, это в минус Аэрофлоту. Вот. Так, значит, что еще мы смотрим обычно Алросу. Есть любители Алросы в нашем обществе. Здесь пока не особо, как бы сказать, позитивно. То есть нисходящий тренд закончился. Он завершился. Восходящий, я думаю, что не факт, что в ближайшее время начнется. Алмазы падают в цене, спрос на них низкий. И, в общем, у компании не очень хорошие показатели, фундаментальные. Поэтому, хоть она и стоит дешево, но пока думаю, что надо подождать. Вот. Это то, что касается акций. Что у нас там по фьючерсам. Фьючерс на индекс РТС. Пока вот в этом боковичке. Вот, собственно, здесь продолжение движения в боковике. Мы наблюдаем. То есть ничего, собственно, здесь нового. То есть ближайшие пару дней, скорее всего, боковик. Так, еще какой-то был вопрос. Сергей спрашивает. Можно узнать у вас, как правильно найти лучшую цену для выхода из позиции на срочном рынке? Торгую мало. Точку входа нахожу хорошо. С выходом совсем не ахти. Значит, Сергей, что могу посоветовать? Вам нужно поискать. Все зависит от того, на каких интервалах вы торгуете. И, соответственно, если, скорее всего, если вы торгуете краткосрочно, я думаю, что вам нужно найти какой-то технический сигнал для выхода из позиций. То есть есть целый, скажем так, набор вариантов. Есть разные методы выхода. И чаще всего те, кто закрывают позиции, используют метод выхода по сигналам индикаторов технического анализа, либо передвигают стоп-заявку за позицией, и в тот момент, когда движение происходит в противоположном направлении, закрывается позиция по этому стопу. Поэтому вам тоже нужно посмотреть, ну, скажем, различные варианты. И эти варианты нужно протестировать на исторических данных. То есть если вы, например, торгуете фьючерсом на индекс РТС, скажем, если вы торгуете, например, на 15-минутном графике. То есть таймфрейм графика, он определяет ту частоту анализа, которую вы проводите. То есть тот, кто торгует на часовом графике, тот анализирует ситуацию раз в час. То есть каждые 5 первых минут каждого часа нужно посмотреть, что случилось, не возникли сигналы на вход, на выход, на передвижение стопа и так далее. Если человек торгует на 15-минутном графике или на 5-минутном графике, то, соответственно, он анализирует ситуацию раз в 15 минут или раз в 5 минут. И в тот момент, когда на графике появляется новая свечка, в этот момент возникает возможность взглянуть на график и получить сигнал, если он там появился. Поэтому таймфрейм свечки, он определяет ваш анализ. Поэтому, значит, ваша задача следующая. Протестировать различные варианты выхода из позиции. Вы, значит, берете график того таймфрейма и того инструмента, на котором вы работаете, и начинаете делать следующее. То есть строите те индикаторы, которые вы используете, отматываете этот график, ну там, где в тот момент, где он начинается, вот, скажем, сколько есть в истории. Графики на фьючерсы не сильно длинные. В принципе, для тестирования можно взять склеенные графики фьючерсов, там, чтобы это было на несколько лет, и чтобы была большая вероятность получения, изучения вот этих закономерностей движения, чтобы можно было понять, больше получить базу статистическую. Вот, все равно технический анализ, это все равно статистический анализ. И он зависит от, в общем-то, длительности использования. То есть в каждом конкретном случае не факт, но в большом количестве случаев вероятность срабатывания больше. Вот. И вот вы делаете следующее. То есть вы каждый вариант выхода прорабатываете в каждом отдельном случае. То есть смотрите, что вы будете, скажем, вы смотрите вот по правому краю, вот где график упирается в ось. И вы начинаете доставать из, там, ссори, из будущего, сейчас, секунду, где у меня этот. По одной свечке вы начинаете доставать и начинаете смотреть, где, в каком месте у вас появился сигнал, где, в каком месте вы открываете позицию, где вы ставите стоп, где вы позицию закрываете. То есть вы для себя делаете заметки относительно того, как хорошо работает вот тот сигнал на выход, который вы используете. И сравниваете несколько вариантов, чем больше, тем лучше. И смотрите, какой вариант для вас будет работать больше. Вот. Поэтому вот любая торговая стратегия, она разрабатывается только тестированием. У нас других способов, к сожалению, нет. И поэтому при выработке оснований для входа, для выхода позиций, для выработки вот этой торговой стратегии приходится потратить достаточно большое количество времени, потому что надо сравнить различные подходы, посмотреть, как лучше работают, где какие сигналы лучше работают. Потом, ну скажем, подстроиться под этот инструмент, который вы торгуете. Вот. Поэтому вот таким образом, в принципе, любой трейдер строит свою стратегию, строит тестированием на исторических данных. Вот. Поэтому вам я предлагаю то же самое проделать. Так. Где взять склеенные графики фьючерсов? Склеенные графики фьючерсов можно взять на сайте Finama в разделе экспорт графиков или на сайте mfd.ru. Там тоже можно взять склеенные графики фьючерсов. Но вам нужно будет где-то открыть эти графики. Ну, проще всего в программе Metastalk или в какой-то другой программе, где можно открывать графики и с ними работать. То есть это может быть Omega, это может быть Metastalk, это может быть Matlab, это может быть что угодно, но нужна будет дополнительная программа теханализа. В Квике вы скачанный график не можете открыть. Вот. Поэтому вот такое направление действия. Попробуйте сначала с теми графиками, которые есть в Квике. Если уже почувствуют, что вам не хватает, скажем так, материала, тогда можете попробовать уже со склеенными графиками. В таких программах, как Metastalk или как Omega, там в принципе можно тестировать торговую стратегию, то есть запускать тестирование, задав параметры входа и выхода из позиций. То есть программа быстро вот это тестирование производит и считает вам, чтобы вы заработали, чтобы вы там потеряли, если бы вы открывали позиции таким-то, таким-то способом. Вот. На таких-то, таких-то сигналах. То есть такие программы тестирования, они существуют. Вот. Пожалуй, так. Все, наверное, на данный момент. Всем спасибо за внимание и до свидания, до завтра.